В Екатеринбурге бесправный водитель, уходя от полицейской погони, попал в ДТП. Он и его пассажирка тяжело пострадали. Авария произошла накануне в 12-м часу вечера на 10-м километре Старого Сибирского тракта, в 300 метрах от Крематория. Как сообщили в отделении пропаганды Екатеринбургской ГИБДД, инспекторами ГАИ накануне вечером проводилась профилактическая операция по выявлению нетрезвых водителей. Несколько экипажей расположились в жилом районе Свердловской птицефабрики на улице Варшавской. На требовании инспектора остановиться водитель синей Шкоды Румстер прибавил газу и проследовал мимо временного поста, спровоцировав тем самым погоню. Но преследование нарушителя оказалось недолгим. Примерно через километр пути, миновав в Сибирское кладбище, беглец потерял управление, съехал с проезжей части и стал собирать столбы. Столкнулся с одним, затем с указателем поворота на крематорий и, наконец, со вторым фонарным столбом. Этот удар оказался роковым. Шкода лишилась заднего правого колеса и ударилась в столб пассажирской частью. 40-летнему водителю и его 48-летней пассажирке потребовалась медицинская помощь. У обоих пострадавших многочисленные переломы, сотрясения и черепно-мозговые травмы. В тяжелом состоянии с потерей сознания мужчину и женщину доставили в 36-ю травматологическую больницу. Причина неостановки, вызвавшей полицейскую погоню, пока неизвестна. Однако водительских прав у рулевого Шкоды гаишникам обнаружить не удалось. Может быть это, а может быть и опьянения могли показаться водителю Шкоды веским поводом, чтобы избегать общения с правоохранителями. Нет сведений и о пострадавшей женщине. Была ли она знакома с виновником своих страданий или оказалась случайной попутчицей, выяснится в ходе начавшегося расследования.